Всем привет! С вами инженер-электрик Икимов Игорь. В одном из моих прошлых видео я обещал рассказать про многофункциональное реле напряжения Airbus MF32. Это реле хоть и навороченное, но не сложное в управлении. Сегодня его и рассмотрим. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, если вас, как и меня, интересуют тонкости электрики. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Давайте включим. Что мне нравится в этом реле напряжения, это три индикатора. Это напряжение, ток и активная мощность. Это позволяет контролировать актуальное потребление электроэнергии. Если у вас не активная нагрузка, чтобы определить полную мощность, то достаточно ток умножить на напряжение. Данное реле напряжение позволяет ограничивать потребляемый ток, что может являться дублированием тепловой защиты автоматических выключателей. Это позволяет с более высокой точности выключать нагрузку при перегрузке по току. К тому же можно обеспечить селективность. Реле можно настроить так, чтоб оно срабатывало раньше, чем автомат в одном устройстве. Если к нему затруднен доступ. Данное реле восстановит подачу электроэнергии через заданное время, которое можно настроить. Также данное реле может ограничивать потребляемую мощность, если нужно ограничить именно ее. Так как мощность это произведение тока и напряжения, то при отключении учитывается не только ток в данный момент, но и напряжение. Как и все современные реле напряжения, Airbus MF32 контролирует верхний и нижний уровень напряжения. Этим оно защищает бытовую технику от перенапряжения, так и от недостаточного напряжения, препятствуя выходу бытовых приборов из строя. Об том, какие должны быть эти уровни, я рассказывал в других роликах. Ссылки я оставлю в описании. Данное реле напряжения устанавливается на один рейку в бокс. Следует избегать мест, где возможно попадание воды и нагревание устройства. Реле имеет встроенную термозащиту и при температуре выше 80 градусов оно само отключается и отключает нагрузку. Учитывайте и то, что данное реле занимает 3 посадочных места. Из-за таких габаритов я не поставил это реле напряжения в свой щиток, так как оно туда просто не влезло. Гарантия на данное реле напряжения 5 лет. Нулевой провод подключается к первой клейме реле напряжения. Фазный провод подключается ко второй клейме. С третьей клеймы фаза уходит на нагрузку. Нулевой провод нагрузки подключается к нулевой шине. Зажимать нулевой провод нагрузки нулевой клейме реле напряжения не рекомендуется. Давайте рассмотрим, как настраивать данное реле напряжения. Оно управляется тремя кнопками. С помощью верхней кнопки можно настраивать верхний уровень срабатывания реле напряжения. Нажав среднюю кнопку мы переходим в обычный режим. Нажав нижнюю кнопку мы можем подстроить нижний уровень срабатывания реле напряжения. Если мы подождем 3 секунды, то реле напряжения само выйдет из режима настройки. Остальные настройки можно найти с помощью кнопки меню. При однократном нажатии можно посмотреть последние показания напряжения тока и мощности при аварийном отключении. При двукратном нажатии мы можем подрегулировать предел срабатывания по току. Допустим у нас автомат на 16 ампер. Ставим на 16 ампер. И при этом токе у нас реле напряжение отключит нагрузку. При трехкратном нажатии на кнопку меню мы можем подрегулировать предел срабатывания реле напряжения по мощности. Допустим 3,5 кВт. При четырехкратном нажатии на кнопку меню мы можем подрегулировать время задержки реле напряжения при срабатывании по напряжению. Нажав на кнопку меню 5 раз, мы можем подрегулировать время задержки повторного включения реле напряжения после срабатывания потоку или мощности. Нажав на кнопку меню 6 раз, мы можем установить предельное количество срабатываний потоку или мощности. Можно установить число от 1 до 5 или вообще выключить. После этого реле блокируется. Реле разблокируется при нажатии любой клавиши. Если мы нажимаем на кнопку меню 3 секунды, то мы переходим в режим корректировки показаний напряжения. Для сброса на заводские настройки нажимайте на все три кнопки более 8 секунд одновременно. Но я это делать не буду. Проверять срабатывание реле напряжения в аварийных режимах я тоже не буду. Эта фирма надежная. Не думаю, что с этим будут проблемы. Если вас все же это интересует, пишите в комментариях. И я это реле напряжения проверю с помощью лабораторного автотрансформатора. Свои вопросы по данному ролику задавайте в комментариях. Расскажите о своем опыте эксплуатации этого реле напряжения. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, если вам тема электрики интересна. Поделитесь видео с друзьями, поддержите его лайком и до встречи в новых и старых роликах.